Историческую справедливость восстанавливают и словами, и делами. Пока жители областной столицы обсуждают проект реконструкции набережной Упы, сама реконструкция уже началась. Рабочие выкорчевывают кусты по берегам и готовятся расчищать настоящее русло главной Тульской реки. Сто лет его скрывали стены оружейного завода, но уже через год именно это место должно стать визитной карточкой города. Для этого со дна нужно вычистить пять метров ила и практически наполнить старое новое русло водой и растениями. Но очистка реки единственное, что не вызвало споров. Все другие предложения Тулики в буквальном смысле рассматривали под микроскопом. Проект набережной для города давно стал химерой. Именно поэтому, когда о ней заговорили всерьез, предложения по ее устройству стали вносить пачками. 14 встреч с архитекторами за один месяц. Тому подтверждение. Нам очень понравилось предложение тульских архитекторов и тульских краеведов устроить в старице реки Упы гидропарк. Это парк с водными растениями. Он будет очень красиво подсвечен и на него можно будет любоваться с тех самых пешеходных мостиков, которые там есть и которые мы реконструируем. Проект реконструкции исторического центра московские архитекторы представили туликам в конце июля. Тогда же начались обсуждения. Предприниматели, музейщики, спортсмены и все те, кто хотел принять участие в жизни города, собирались, чтобы внести свои предложения. Во мнениях совпадали не всегда. Самым обсуждаемым вопросом стало движение по улице металлистов. Архитекторы предлагали убрать с нее автомобили и сделать улицу пешеходной. Тулики спрашивали, а куда денется поток машин. На тему организации движения было прислано 100 разных вариантов. В итоге к решению этой проблемы подключили специалисты Мосгортранса. По их проекту вместо кольцевого движения на Крестовозвиженской площади появится Т-образный перекресток. Таким образом автомобильные потоки разделятся на две улицы – Союзную и Благовещенскую. Городские власти надеются, что разгрузить центр города поможет вторая очередь Восточного обвода и платный мост через УПУ. Также в центре Тулы появятся новые парковочные места. Оставить машину можно будет на набережной Дрейра. Часть мест сохранят и на Крестовозвиженской площади. У нас будет возможность посмотреть текущую схему организации дорожного движения на период строительства коммуникаций. И в случае, если будут возникать заторовые ситуации, мы, соответственно, можем внести корректировки существующей организации дорожного движения. Второй вопрос. Чем обновленный центр города будет привлекать туляков и туристов? Уже известно точно. На улице Металистов свое представительство разместят крупнейшие музеи. На набережной проложат велодорожку и тренировочную полосу для марафонщиков. В качестве арт-объекта поставят велотренажер, который сможет вырабатывать электричество. Центром Крестовозвиженской площади станет необычный фонтан. И это даже не десятая часть того, что запланировано. Выступала как представитель танцевальных сообществ нашего города. Предлагала организовать танцевальные площадки в виде деревянных настилов. Но использовать эти деревянные площадки не только для танцев. Их можно использовать для фестивалей, для концертов и для других мероприятий, для бесплатных мастер-классов на набережной и так далее. Мое предложение рассмотрено и внесено в изменения. Будет организована летняя открытая сцена, которая будет использоваться в том числе и для танцев, я думаю. Кто не успел, не опоздал. Время внести предложение еще есть. После подведения итогов начнется разработка проектно-сметной документации, чтобы до осенних холодов работа в историческом центре закипела по-настоящему. Анна Степанова, Андрей Сенчугов, Первый Тульский. Продолжение следует. Продолжение следует...